точно так как с противоположной стороны мы 7 бисеринок пройдем не меняя ничего то есть вот у нас три бисеринки есть 4 5 6 закрываем квадратик и проходим на одну бисеринку дальше то есть три бисеринки мы набираем и 7 7 бисерин очка проходим уже 4 бисерин очки здесь 4 не 3 а 4 набрали бисеринку подтянули хорошо зашли 2 то есть если здесь мы набирали по 3 бисеринки здесь мы сейчас пройдем 4 бисеринки и дальше будем проходить по 5 бисерин очек так немножко ниточку затянули так вот у меня ниточка заканчивается я подтяну немножечко здесь и прятать ее достаточно легко вот я эту бисерин очку уже закончу набирать вот видите набрала одну бисерин очку вернулась в предыдущую пройду несколько бисерин очек здесь у меня до перекладинки одной здесь сделаем узелочки пару штук так чтобы мои кончики не оставались здесь тоже не обязательно делать слишком много узлов я не думаю что растянется развяжется в вас ваш жгутик но все таки вот в пару мест я пройду вперед и сделаю еще раз узелочки ниточку конечно я сейчас обрезать не буду ее хорошо смазать лаком для ногтей прозрачным и только потом обрезать и только потом обрезать вот когда подсыхает она немножечко это уже точно у вас гарантия что ваша ниточка не развяжется теперь надо подождать чтобы ниточка у нас высохла и затем ее обрезать моя ниточка высохла я ее обрезаю и опять взяла вот мою двойную ниточку вот это то преимущество о котором я говорила подцепим одну ниточку здесь в петелечку зашли все наша ниточка подцеплена теперь мы можем продолжать снова проходим на две бисеринки дальше набираем новую бисеринку заходим в предыдущую видите и вот эти две бисеринки у меня были прихвачены к этой бисеринке я захожу между ними и поэтому у меня получается что я дальше набираю две бисеринки только что пройдены и две новые то есть получается всего 5 бисеринок подтянем посчитаем чтобы у нас здесь осталось 7 бисеринок то есть нам еще два раза надо будет сделать вот такой вот перетяжку с двумя бисеринками заходим в центр между двух бисеринок и набираем пять бисеринок три старые и две новые набрали бисеринку я надеюсь что вам понятно что я делаю то есть мне надо обязательно вот это колечко заужать то есть это приплетаемая сторона у нас должна быть уже чтобы мы вставив наш кристалл вот мы сейчас его можем вставить пока еще у нас не затянуты этот край вот и теперь подтяну смотрите мой кристалл будет здесь стоять так чтобы так что его будет вот эта сторона придерживать которую вот мы сплели которую мы вот доплетаем сейчас опять проходим пять бисеринок уже будем проходить четыре бисерин очки следите за тем чтобы вы не сильно много сделали вот этих вот перетяжек когда мы к двум бисеринкам приплетаем одну здесь немножечко пока вы закончите эту сторону ваш кристаллик будет немножко подвижным но вы так аккуратненько старайтесь все это делать чтобы ваш кристалл остался на месте так здесь проходим четыре бисерин очки пока и теперь будем набирать по одной и проходить по три бисеринки сделали квадратик и третья бисеринка дополнительная подтягиваем все хорошо снова бисерин очка то есть мы все повторили то что делали с противоположной стороны я ничего нового на этой стороне не сделала все повторила как с противоположной стороны может быть где-то немножко с экрана ушла когда тянула мою ниточку но противоположную сторону вы видели хорошо что мы делали так у меня ниточка немножко запуталась здесь снова квадратик закрыли на одну бисеринку дальше прошли новая бисерин очка четыре и заходим уже в угловую бисерин очку в первую бисеринку из нашей перетяжечки и заходим в бисеринку последнюю какую вот мы набрали чтобы у нас получился квадратик еще раз пройдем по нашему квадратику вот мы закончили уже прошла я по моим бисеринкам еще раз и смотрите что я делаю чтобы я могла продолжать плести мохи вот этот вот этот я пройду еще раз по этой моей перетяжечке перетяжечки чтобы ее стянуть вот видите наш кристаллик очень хорошо лежит в этой нашей оплёточке и теперь чтобы я могла продолжать мой жгутик я по этим бисерин очкам пройду наверх по только что набранным вот этим бисеринкам пройду наверх выйду следите чтобы вы вышли именно по центру вот таким образом и теперь здесь я могу продолжать плести жгут точно так как мы плели его до сих пор набираем две бисеринки заходим так смотреть чтобы мы были в центре набираем две бисерин очки заходим в противоположные две бисерин очки снова набираем две бисеринки и выйдем через две бисеринки назад к двум бисеринкам только что набранным начинаем плести жгут так как мы его плели то есть две бисеринки опускаемся на одну заходим в противоположные две бисеринки снова две бисеринки опускаемся на одну и поднимаемся уже на две бисеринки и поднимаемся на две бисеринки дальше уже опять плетете жгут до того места где вы хотите снова набрать кристалл я думаю что вам было понятно что мы сделали конечно это не совсем просто тут нужно немножечко еще рассчитать где у вас начинает ваш кристалл закругляться чтобы вот сделать вот эту оплетку зауженной вот но все таки это не настолько сложно чтобы вы не смогли это сделать надеюсь вам было понятно наш мастер-класс я заканчиваю всего вам доброго если вам понравилось можете подписываться на наш канал чтобы получать новые видео мастер-классы завтрак не так не так вот так Продолжение следует...